Привет! И сегодня у нас выпуск о самых лучших приставках из Китая, да и не только из Китая, до 50 баксов. И это такой себе топ, это топ 5, правильно, топ 5, но у нас будет один приходящий сюда шестой номер, который мы и учитываем в топ, и не учитываем, и это мы с вами разберем в определенный момент. Ссылки на обзоры всех этих смарт-тв-боксов лежат в описании под видео, так же, как и ссылки на сами тв-боксы и на проверенных продавцов, мы с вами сейчас посмотрим этих продавцов и цены. Это топ на конец декабря 2019 года, фактически это топ на зиму 2020 года, то есть зимой 2020 года этот топ будет более чем актуален, и все эти устройства имеют право на жизнь, и они действительно хороши за свои деньги, а мы с вами ищем именно до 50 долларов в данном выпуске. Перед тем, как переходить к самому разбору топа, нажимаем подписаться и колокольчик, потому что вы тогда не пропустите и дальнейшие наши обзоры, дальнейшие топ рейтинги, дальнейшие настройки модификации смарт-тв-боксов, гаджетов, девайсов, программ, вообще очень всего много интересного у нас есть, было и будет на канале, а также есть розыгрыш и цены к пизу подарков, ссылки на которые, вернее, на условия лежат в описании под видео. Ну что ж, а сейчас я говорю вам, поехали. Итак, на пятом месте у нас S95, это приставка, чтобы вы понимали, фактически это Beelink, это завод АЗВ на S905X2 процессоре. Очень много хороших процессоров начало появляться в топе именно до 50 баксов, у нас очень сильно изменился топ, поэтому на прошлый уже не смотрим. За 48 долларов вы получите смарт-тв-бокс на андроиде 8.1, 2 на 16, с 5 гигагерцовым Wi-Fi, у нас S905X2 процессор, рейтинг продавца у нас высокий, то есть это хороший продавец. Сам по себе бокс имеет LPDDR4, процессор вам известен, здесь есть рут-права, можете ставить AFRD, у вас будет абсолютно рабочий автофреймрейт, это очень достойный смарт-тв-бокс. Обзор лежит в описании под видео, у него есть SPD, есть USB 3, вот мы с вами видим, есть USB 2, HDMI, ну и LAN на 1000 мегабит, на самом-то деле, это очень важно. Ну и конечно же, если хотите о нем узнать побольше, то идем в описании под видео, смотрим ссылку. Но этому боксу мы присудили 5 место в обзоре, вернее в топ-рейтинге, топ-5 ТВ-боксов до 50 баксов зимы 2020 года. На четвертом месте у нас переместился X96S, как мы понимаем, за версию 4х32, сейчас мы ее найдем, вот, версия 4х32, мы заплатим 43.99. Это S905Y2 процессор, приставочка очень крутая, во-первых, с новой прошивкой, там есть автофреймрейт из коробочки, во-вторых, туда можно поставить AFRD, и в-третьих, эту приставку в виде с формы стика можно прятать за телевизор. Очень удобная приставка, достаточно стабильная, она не греется, не троттлит. Имеет 5 ГГц вайфай, советуем сразу версию на 4 ГБ, потому что в ней есть двойной Wi-Fi диапазон 2,4 и 5 ГГц. Очень прикольная приставка, обзор лежит в описании под видео, я на него все обзоры ложу, которые есть. У нее очень неплохой Wi-Fi, она поддерживает HDR, поэтому мы ее рекомендуем за свои деньги, Вот в таком ценовом диапазоне она очень даже неплоха Конечно, когда она стоила там порядка 60-70 долларов год назад То эту приставку в топ мы бы не поставили Но уже во второй раз она попадает в топ-5 TV-боксов до 50 долларов Самое неожиданное, что в топ-5 у нас попали приставки на процессорах этой осени На iMlogic S905X3 И это A95XF3 на процессоре iMlogic S905X3 Которая может декодировать 8К 60 FPS, хотя это чистый маркетинг Вывести 8К она не может Как в принципе ни одна из приставок на 905X3 процессоре За 43,99 вы получаете iMlogic S905X3 4х32 версию С 5 гигагерцовым Wi-Fi Что у нас там? Android 9 на борту Кстати, в предыдущих двух приставках был Android 8 Здесь Android 9 У нас есть 100 мегабитный Ethernet Это, конечно, минус, ну потому она, в принципе, и стоит 43 бакса, скажем так 44 почти Достаточно удачная приставка с RGB иллюминацией сверху Конечно, я честно вам скажу, она раздражает, когда смотришь фильмы Она, в принципе, такое, знаете Попытались сделать подобие Ambilight для Smart TV Box В зависимости от того, что она воспроизводит, она меняет цвет Но это не совсем уж так и красиво Теперь, в ней есть Netflix черный Она хорошо отыгрывает любой 4К контент В ней рабочий HDR В ней есть транскодирование звука 5.1 DTS Dolby Digital Кстати, как и в предыдущих двух приставках Тоже есть транскодирование Из HD звука в ней в коде нет ничего Тоже, как в предыдущих двух приставках И есть HD Hi-Res VLC Это насчет DTS Это касаемо, вернее, DTS Поэтому True HD звук вы суперски особо не получите В ней есть Miracast На нее можно транслировать свой смартфон Я считаю, это одно из хороших решений именно за такие деньги Поэтому мы ее рекомендуем И она у нас заняла третье место в рейтинге Рейтинг продавца высокий Ссылка лежит в описании На второе место, как ни странно, попала новинка этой осени Tanix TX9S Итак, почему Tanix TX9S? Да потому что за 30 долларов 30 На Gearbest она стоит 25 Я, кстати, именно выпускал по Gearbest обзор Многие начали говорить, она стоит 30 Зайдите на Gearbest, посмотрите Стоит она вообще 25-30 долларов И что вы получаете? Первое Вы получаете гигабитный LAN Вы получаете восьмиядерный iMlogic S912 процессор В котором решены проблемы нагрева То есть она не греется и не тропит Проброс True HD звука Вы получаете проброс DTS Hi-Res звука Как в коде, вернее, полностью у вас DTS HD Hi-Res DTS HD Master Audio Dolby Digital True HD звук И это очень круто Здесь 2 на 8 То есть 8 гигабайт вас не должно пугать Здесь нет Bluetooth, она не игровая Она конкретно создана для кино и для LAN Здесь есть 2,4 гигагерца Wi-Fi Который работает выше среднего около 40-50 мегабит На нем тоже она прекрасно будет работать Поэтому вот эта вот приставка Она очень себя неплохо показала У нас она только была на обзоре И она нам очень понравилась То есть приставка не греется Да и цена, где вы найдете за 30 баксов Приставку с HD звуком Это очень хорошая находка Для тех, кто хочет смотреть дешево С хорошим звуком Вот очень крутая приставка И на первое место у нас выбился Mecool KM9 Вот она у нас в разделе с Mecool KM3 У нас выбился Mecool KM9 Pro Почему Mecool KM9 Pro? Кстати, версия 2 на 16 Почему? Потому что данная приставка получила прошивку Android TV 9 с root доступом А это значит, что у нас есть сертифицированное Android TV устройство С авто фреймрейтом С рабочим хром кастом И само собой Со всеми плюшками сертификации В плане того, что у вас будут работать Допустим, такие приложения, как ОКО У вас будут работать Показывать расширенный контент Такие стриминговые сервисы Как Иви, как Мегуго И все остальное То есть приставка очень даже достойная То есть мы сейчас вот выбрали Mecool Вот именно Mecool KM9 Pro 2 на 16 За 41 доллар Да, там нет 5-ти герцового Wi-Fi Да, там LAN 100 мегабит Но это чистый сертификат На Android 9 На Android TV 9 При этом еще и с авто фреймрейтом и root правами Прошивки уже появились на 4PDA Пожалуйста, прошиваемся Смотрим, как оно работает И это очень достойно Поэтому мы ее однозначно рекомендуем И ставим в топ-1 Это сугубо мой топ, ребят Если вам не нравится Идем, смотрим 2, 3, 4 место Но я очень сильно люблю сертификаты И люблю Android TV интерфейс А за 41 доллар Хороший Android TV При этом еще сертификации Вы не найдете вообще Поэтому это очень достойное решение И мы ей отдаем первое место Но что же за шестое место у нас с вами есть Шестое место это приходящая Уходящая приставка Это Fire Stick 4K От Amazon Почему приходящая и уходящая Потому что его цена 49,99 в Штатах И конкретно прямой ценой Вы его не купите Допустим по скидке За 49,99 Потому что вы потратитесь на доставку Если это брать в страны СНГ Но Бывают акции Как например сейчас 34,99 Бывают акции Когда он стоит 25 долларов И мы реально считаем Что это один из участников топ-5 То есть когда у него цена будет 25 Мы спокойно выкидываем любую приставку Из этого топа Почему? Потому что он реально крут Реально крут И крут настолько Что в нем есть и сертификация Netflix И True HD звук Из Dolby Atmos Допустим в том же Netflix И вы можете его прятать за телевизор На него есть много Различных плюшек Получение root прав Целый чат сумасшедший есть Про этот Fire Stick 4K И очень много плюшек Уже для него сделано Поэтому мы реально думаем Что это один из участников топа Но он приходящий Уходящий Только когда у него цена Ниже 49,99 В целом обзор тоже на этот Fire Stick есть Смотрим Как купить через посредника В принципе мне вам рассказывать не нужно Ссылки на посредников я тоже приложу Но он очень и очень крут Поэтому ребят Переходим к резюме И такой вот топ у нас получился На осень 2020 года Пока он не меняется Если появятся какие-то участники Претенденты Мы будем пересматривать топ Но мы рекомендуем эти все 6 приставок Если вам нравится то что мы делаем Ставим пальцы вверх Если не пальцы вниз Обязательно подписываемся С вами был Бабл На канале Технозон Пока ребят